приветствую приветствую друзья всем огромный привет я сегодня снял для вас честный обзор жилого комплекса триумф видите откуда мы с вами выезжаем это у нас фитнес тот самый триумф триумф триумфище триумфище фитнес да 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 именно так ну и что мы с вами сейчас потихонечку попробуем поехать в сторону центра сочи и я покажу что вы можете купить на 20 процентов дороже на 20 процентов дороже но при этом это будет стройка потому что здесь все-таки нормальный адекватной цене в общем мы здесь поворачиваем сразу хочется отметить что я давно здесь не был и здесь например один из больших жирнейших плюсов это конечно же сделали асфальт здесь рядышком у нас есть отделение полиции но и особенность данного жилого комплекса что он подходит как для пмж потому что если школы и детские сады и все 33 удовольствие там стриптиз клубы и тому подобное также подходит он и для отдыха потому что извините до моря 350 метров и это по ровной поверхности они по какой-нибудь там полосе препятствий само собой здесь те же самые замашки что и в жилом комплексе остров мечты где живу почему ну потому что в свое время у данного застройщика 49 квартир отжали у нас для администрации сочи а что значит для администрации сочи это означает что здесь очень много живет чиновников которым насрать на вас на ваших детей на то что вы пешеходы и тому подобное потому что здесь в доме живет чтобы понимали 30 чиновников это у нас все входит и элита полиции и элита администрации и так далее и конечно же здесь 5 квартир в том числе досталось и педагогам и врачам но это ну досталось 10 процентов 10 не 5 процентов 10 но основной косяк конечно же здесь у нас те самые эти же люди и позволяют себе парковаться так как вы сейчас все это видите потому что обычный нормальный простой человек а тем более педагог он никогда в жизни не поставить свой автомобиль вот на на пешеходном переходе либо на тротуаре согласны что согласно хотя я могу ошибаться смотрите нам сейчас например до картодрома в сочи нам ехать без малого 32 километра показано ехать 40 минут наверно доедем но однозначно доедем теперь что касается триумф до триумф у нас еще сдался в олимпиаду соответственно московский застройщику настроил и на данном этапе как бы если честно я жалею что когда-то я не взял здесь квартиру себе в 100 квадратных метров но я не взял квартиру потому что тот момент я женой все уже с будущей женой она не хотела адлер принципиально потому что для нее адлер это что-то непонятное это потому что здесь как бы все паркуются непонятно как всякая дичь здесь происходит вы сами прекрасно понимаете вот все нажали мы здесь на смогут пойти на пролом ну такой есть такой есть страшно очень страшно но мы давайте сделаем небольшую паузу все сделали мы с вами большую паузу и здесь вы видите да у нас здесь пешеходный переход здесь дорога со стороны движением 761 регион ему по барабану стоит потому что можно из-за него просто не увидеть того самого пешехода но и все как бы такое есть вы должны понимать что в сочи есть своя специфика благодаря тому что у нас гаишники ничем этой жизни занимается им по барабану им фиолетово благодаря этому прекрасному моменту у нас себя водители все чувствуют себя безнаказанным то же самое касается пешеходов это касается и самокасчиков и мотоциклистов и так далее потому что сами понимаете порядка здесь нет но если мы сравним адлер и сочи то все равно в сочи почему-то чуть больше порядка может потому что там чаще бывает нас президент нашей российской федерации может еще что-то не могу объяснить но здесь как бы в этот прямо именно такого беспредела конечно же здесь больше что касается адлера что в нем хорошего в адлере есть железнодорожный вокзал нормальный новый современный красивый я считаю что один из самых красивых и самых современных автовокзалов в российской федерации он действительно очень крутой автовокзал все также есть аэропорт рядышком да это тоже большой огромнейший плюс но есть нюанс вот смотрите вот мы сейчас вами например вам нам поехать в аэропорт мы должны сделать такой небольшой кружок кружочек до почета по большому счету получается что до аэропорта мы ехать будем те же самые 15 минут все равно что вы будете ехать например с любого другого района с то же самый хост и так далее потому что в этом месте всегда есть пробка всегда есть затык этого никуда не денешься теперь что касается у нас в целом до этого места вот это место как бы она относится как бы не гласно относится к центру адлера и поэтому как бы можно и приравнивать именно к аддлеру понимаете может приравнивать именно к адлеру потому что если например мы возьмем дальше да то тут конечно уже неудобно, что заезжать, что выезжать не совсем удобно. Здесь же, когда вы заезжаете вы заезжаете через извиняюсь вы заезжаете извиняюсь сушняк долбит после бега через железнодорожный вокзал потому что, например, в морскую симфонию заехать и выехать чаще всего гораздо сложнее но опять же, нет смысла у нас сравнивать с морской симфонией, потому что морская симфония она не является конкурентом не для жилого комплекса фрукты не для еще чего-нибудь потому что это другое, понимаете знаете, здесь такое есть здесь каждый объект, который построен по федеральному закону 214 он не может ни с кем конкурировать но за исключением фрукты и жилого комплекса урожайный они еще как-то могут с друг другом конкурировать вот смотрите, вот, например, сейчас здесь будут стоять гаишники вот у нас сейчас едет из пяти мопедистов, двое едет без шлема как вы думаете? остановят, что-нибудь делают, хотя бы замечание и так далее сполерно? нет например, вот что делать неправильно мопедисты? вот кто мне скажет? что делать неправильно мопедисты? все правильно говорите? они могут ехать только в один ряд не далее одного метра от обочины вот, то есть обочина да, если мы берем с вами белую полосочку они могут двигаться не далее одного метра и в один ряд они вдвоем парочкой не могут ехать мотоциклисты могут ехать а вот вот мопедисты не могут ехать ну это Адлер здесь по барабану все опять же, да здесь есть, например, жилой комплекс Голубые Дали вот Голубые Дали он тоже как бы не имеет конкурентов потому что если фрукты и урожай примерно одного разлива то, например, Голубые Дали это там такой, как бы, человейник такой, да жестокий, лютый там, больше похоже на общежитие если мы возьмем с вами Триумф Триумф это хороший, нормальный полноценный бизнес-класс с хорошей парковкой со всеми благами, как положено там, с фитнес-центром потому что ни один другой жилой комплекс за исключением морской симфонии фитнес-центр не имеет опять же, если мы с вами берем доступность к морю то Триумф это самый близкий объект который построен по федеральному закону 214 именно квартирник в Адлерском районе который расположен ближе всего к морю тот скажет а как же, например, Монтера в Сириусе а Монтера в Сириусе это у нас апартаменты понимаете? теперь, если мы возьмем с вами обслуживание например, вот Триумф 58 рублей с квадратного метра а некоторые, там, за меньшую территорию и так далее за отсутствие парковки и все остальное хотят 77 рублей с квадратного метра понимаете? в чем фишка? поэтому в целом вот в целом как бы если прям не кривить душой Триумф это достойный вариант но именно для тех, кому нужна квартира большая, нормальная, полноценная потому что если вы, например, смотрите квартиру в размере 35 квадратных метров то в Триумфе уже не такая выгодная цена и Триумф скорее нет, чем да потому что у них 33 квадратных метра просто наитупейшая планировка есть варианты, где планировка будет в разы лучше но есть, конечно же, и другой нюанс если вам нужно и море близко и вам нужно все блага такие блага, как не знаю там такие блага, как, например детский сад оздоровительный центр какой-нибудь да то, извините, вам придется в Триумф потому что, например кто скажет а как же морская симфония? она же вроде находится тоже не так далеко как бы чуть подальше, чем Триумф но вроде далеко, но, ребят ну вот вы же не сможете у вас же нет пропеллера в заднице правильно же? и крыльев же у вас нет а раз у вас нет пропеллера в жопе и крыльев то вы не сможете перелететь вы этот, не сможете вам придется искать надземный пешеходный переход либо подземный а надземный пешеходный переход получается не такой хороший, как хотелось бы и в итоге получается с морской симфонией идти до самого конченного пляжа, где маленькая такая узкая полоса, очень маленькая узкая полоса, вам придется идти как минимум 25 минут. Не верите? Можете загрузить Яндекс.Карты и проверить каждое мое слово. Яндекс.Карты загружаете, проделаете маршрут и посмотрите. Ну, 25 минут это минимум. Попробуйте все то же самое сделать, например, с Триумфом. И вам покажут, что там идти 12 минут. Попробуйте то же самое сделать, например, со фруктами. И вам покажут идти 30 минут. Попробуйте то же самое сделать с голубыми медалями. И вам покажут идти 35 минут. Попробуйте то же самое сделать, к примеру, с урожайным. И вы убедитесь в том, что самый оптимальный вариант, ну, реально самый оптимальный вариант и по расположению и школы, и детские сады, и вся инфраструктура это у нас жилой комплекс, Который называется Триумф Проблема Адлера заключается в том, что у нас нет альтернативы Например, если вдруг эта дорога у нас в один прекрасный момент что-то здесь случилось Бывает там наводнение здесь, в низине образуется, бывает еще что-нибудь То вы становитесь парализованным Вы не сможете отсюда никак не выехать ни в сторону города, ничего Это большая проблема В Сочи таких мест нет В Сочи либо есть дублер курортного проспекта Либо есть обход в Сочи Либо можно проехать по Донской Либо можно проехать по Транспортной И так далее И там таких вот у нас форс-мажорных обстоятельств не бывает Здесь же у нас, конечно же, все это имеется А куда же без этого Поэтому, если вдруг что-то случается, вы становитесь заложниками той самой ситуации Путей отходов нет Вот смотрите, к примеру, мы сейчас с вами видим морскую симфонию Я тоже сниму честный обзор Обязательно сниму честный обзор Пока я боюсь снимать, потому что еще могут за это привлечь Потому что, сами понимаете, там у них какие-то терки до сих пор идут Поэтому не снимай ее Так вот, вот Либо вам нужно было до того пешеходного перехода, да, надземного дойти Либо до другого И там и там, наверное, не самое лучшее, что хочется Пожареете Пожареете Даже те же самые 20 минут, поверьте мне на слово Это просто трэш Например, с жилого комплекса остров мечты До моря дорога занимает 13 минут Но ты идешь в тенечке По пешеходной улице, которая называется Новагинская И там, в принципе, ты себя чувствуешь человеком Здесь ты себя человеком не чувствуешь От слова совсем Почему не чувствуешь? Ну, потому что есть нюансы Потому что ты, как бы, идешь, 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 идешь И попадаешь в то место, где ты можешь загорать только стоя В полоборота Потому что там действительно очень много людей Потому что узкая пляжная полоса Очень узкая пляжная полоса Здесь, кстати, вечером, вот в этом месте, где мы проезжаем Всегда очень жестко подванивает Прям реально подванивает И поэтому многие и продают В самих квартирах не воняет В самих квартирах однозначно не воняет Но воняет, вот, когда вы подъезжаете к себе домой То же самое, что касается Министерских озер Когда вы проезжаете, там есть определенный запах Если вы едете со стороны у нас центра Сочи Ну, ничего страшного, бывает Кстати, вот, если мы берем с вами Морскую симфонию Здесь есть магазин Перекресток И здесь есть у нас тоже фитнес-центр Ну, хотя все понимают прекрасно, что фитнес расположен Не так удобно, как хотелось бы Потому что если ты едешь в сторону аэропорта Те надо туда проехать, всю пробку собрать Если ты едешь, например, в сторону Сочи Ты в Сочи-то уехал, а обратно тебе придется Въехать до этого разворота И ты соберешь ту самую лютейшую пробку Поэтому ничего хорошего нет Вполне возможно, может здесь какая-то авария Потому что мы проезжаем Ничего я здесь такого не вижу Но мы ползем кое-как Со скоростью меньше 30 км в час Что же здесь интересного произошло? А происходит здесь обычно ДТП на пустом месте Потому что половина здесь водителей передвигается без прав У всех права куплены, это первое Второе, больше половины водителей передвигается без обязательного полюса страхования Поэтому если вдруг какая-то авария, там все тогда разруливается Все очень долго и так далее Ну и третье, чтобы там был техосмотр или еще что-нибудь Про это можно забыть Здесь ничего такого нет Потому что, ну, здесь это своя религия Своя специфика Своя жизнь и так далее Я думаю, что пробка у нас образовалась Из-за того, что у нас, может быть, кто-то едет в сторону Кудепсты И в Кудепсту едут с двух рядов И поэтому на пустом месте образуется у нас пробка Да, вот видите, про что я и говорил Хотя все второрядники считают, что они никому не мешают Прекрасно, да? Вот так вот и происходит все Только давайте защитники вот этих вот нарушителей Скажите, Макс, ты не понимаешь Ты не прав Мы же никому не мешаем Потому что по обочине едем и так далее Ну, опять же, у нас это Адлер В крайней левой полосе Все потихонечку тащатся С чувством, с толком И, как говорится, с расстановкой Когда вы поселяетесь в Адлере Вам нужно понимать, что у вас всегда будет Примерно вот такая дорога Будет у вас вот такая дичь Будет вот такой вот вся затор Хотя это не затор, это нормальная полноценная пробка Посмотрите Вот я всегда так же ехал Классно? Классно Зато вид на море есть Правильно же? Зато вид на море у нас имеется Да На секундочку Эта пробка у нас тянется до хоста Вот это сейчас все сами можете смотреть Притом пробка здесь сделана уже 5 рядов 5 рядов Потому что вся обочина Вся обочина Смотрите Раз, два и три Вся обочина у нас забита Гомосеками Которые едут своими гомосеками Но так же я сегодня встречал и Девочек с низкой социальной ответственности Которые едут по обочине С низкой, прям с низкой, с низкой Вот вы как бы Можете все это видеть Я просто обожаю Атлер Вот они, три полосы Все как положено Обочина Да Открывающие двери Когда вдруг у нас едут У нас мотоциклисты Вот От хоста Соответственно у нас Та самая Прекрасная пробка Ладно Ползем с вами дальше Здесь тоже у нас Образуется затора Это у нас дорога для автомобилей И на дороге для автомобилей Запрещается ехать со скоростью Меньше 50 км в час Это у нас туннель Туннель обычно используется Бетонком Поэтому И обычно всякая Лабуда в туннелях присутствует Поэтому Можем быть уверен на 100% Что если вы едете Неусмотрительно На Двухколесном транспортном средстве То вас может просто На пустом месте Выкинуть Вот это кстати Дорога тоже для автомобилистов И По этой дороге Запрещается Перемещаться на мопеде А как же ехать На российское шоссе Ну и вот Про что и Стоило говорить Теперь мы с вами Подъезжаем К К Сочи Непосредственно И в Сочи у нас Все пробки И заторы Заканчиваются Здесь у нас тоже Находятся ребята Которые едут по обочине Наверное Торопятся к своему другу 134 регион Автобусный Такие тоже у нас Индивидуумы встречаются Здесь опасно Мало того что Мопеде нарушают Еще едет Правее правого Правее правого Ехать на двухколесных Средствах Нельзя Сейчас мы с вами будем Поворачивать Тихо Тихо Ну куда Что так Ты же должна Перестраиваться Правильно А ты неправильно Перестраиваешься Надо Перестраиваться Раньше Заранее Даже Полоски Нарисованы Как нужно Перестраиваться А это у нас Дублер Курортного Проспекта Здесь Заработали Знаки 800 Час Вот на этом Маленьком промежутке Может там Какой-то глюк И тут же Дальше 80 Раньше Были 60 Видели Знаки Поменялись Тут была скорость 96 ядров Час Вот смысл было 134 Региону Ехать По обочине Если все равно Он далеко Особо не уехал А вот здесь Когда остановились Нужно Выставлять Знаки За 30 метров Потому что Здесь Вне населенного Пункта Значит Вам может Кто-нибудь Впендюхаться В задницу Такие аварии В Сочи Очень частые Но здесь Мы сейчас Свернем На дорогу Которая Называется Обход Сочи Да ладно Ты решил Перестроиться Через 600 метров Держитесь Левее Даза Сейчас Перестраиваемся Сюда Держитесь Левее И там Тоже Знак Что Одну Полосу Одну Полосу Собрались Ремонтировать А вот здесь Мы уже оказались С вами на дороге Которая Называется Обход Сочи Тихо Ты едешь С прилегающей Ты нам Должен Ступать По этой дороге Удобно Ехать В район КСМ В район Улицы Транспортная Потому что Здесь сейчас Будет съезд Здесь тоже Нужно Аккуратно Потому что Здесь Нас Сейчас Могут Догнать В задницу Потому что Никто не ожидает Что здесь Будет Притормаживать С левой стороны У нас Улица Транспортная С правой стороны У нас Село Раздольное Тоже опасная Дорога Здесь есть Затяжные Повороты Частенько У нас же Все сидят В телефоне В навигаторе Особенно Пытается Разобраться Или еще что-нибудь И здесь Частенько Тебе Выезжает На встречную Здесь Смогли Сделать Спокойно Три полосы Ну такой Да Чтобы был Реверс Как Дорога Джубга Джубга Туапсе Не стали Делать Потому что Чтобы был Вариант Уйти От лобового Удара Потому что Здесь Хорошая Нормальная Полноценная Бочина Вот в этом месте У нас Министерские озера Жилой комплекс Находится А вот здесь Есть возможность Ехать на улице Транспортная Ну а мы с вами Идем Рейн КСМ Где-то Единственное место Где По две полосы И сейчас Будет сужение Дороги Если честно Я обход Сочи Не люблю А вы Адлер Заметили Почему пробка Да Потому что Съезд Съезд Делает у нас С трех рядов Хотя там С одного Ряд только И из-за этого У нас Образовалась пробка Тем Которым Нужно уехать Прямо Все равно Попадает пробку Но Все Те кто у нас С левой С правой стороны Пристраивается Да Вот Они считают Что они Никакого дискомфорта Для других Не создают Кстати Вот Чем хорош Ну же Сочи Еще Здесь Хорошая разметка Можно полностью Расслабиться И Например Мало того Что Траекторию Будет ловить Ну Если Машина Оборудована Да Здесь Четко Видно Полоски Да Смотрите Сама Поворачивает И Сама Держится И Сама Тормаживается Хотя Говорит Вот Надо Руки На Руль Все равно Так конечно Нельзя Это Можно Прилег Активный Круиз Контроль На Тигуане Это Реально Тема Это Рабочий Инструмент Которым Можно Пользоваться Потому что На Пороскоене Это Был Нерабочий Инструмент Без Бутылки Водки Не Разберешься А За Рулем Пить Нельзя Да Здесь Нет Такого Полноценного Круиз Контроля Автопилота Здесь Такого Нет Но В целом Если Завтыкал И Начинаешь Съезжать За Обочную За Сплошную Линию Например Смотрите Сам Ручки Вот они Как бы такое есть Подправить Класс Удобно Ну и круиз Здесь конечно огонь Просто круиз Круиз здесь Мое почтение Через 500 метров Съезд Поверните направо А затем Держитесь левее Не дает Не дает Сместиться Видите Сама держит Здесь держит Пока поворотик не включишь И все Сама тормаживается Ладно Давайте мы Уберем 200 метров Держитесь Я все На всякий случай Ставлю Сейчас здесь Круиз Для того Чтобы Не знаю Если там Завтыкал Нечаянно Или еще что-нибудь Чтобы Не догнал Задницу Сейчас Отключил Держитесь Левее А затем Поверните Налево Налево А затем Кур 지원 Покарати Левее Если Налево Притуж